Селёдка. Пожалуй, такой клип про рыбу наиболее известный. В основном к сельдеобразным относится как раз та рыба, которая в магазине. То есть, вообще говоря, сардина тоже селёдка, шпрот тоже селёдка, килька тоже селёдка. Значит, это сельдеобразный. То есть, нам достаточно всё знакомо. Но на самом деле, как бы много. Есть отряд сельдеобразный. Они вот северные рыбы, такие неяркие, большей частью все на одно лицо. Сейчас вот этот клип будет забит фотографиями всевозможной селёдки, которые мало друг от друга отличаются. Но на самом деле, вот это всё разные будут виды. Они и по размеру разные, и по поведению. И вот более-менее так буду всё это описывать. Ну, конечно, все видели селёдку. Серебристое тело, круглая чешуя, циклоидная. То есть, это типичная костистая рыба такая вот, сравнительно недавно возникшая, порядка 100 миллионов лет назад. Плавательный пузырь. Ну и вообще, селёдка это типичная рыба. Прям вот. Всё остальное уже описывают, типа, чем это не походит на селёдку. Когда начинают типичную рыбу описывать, как правило, селёдку препарируют и рассказывают, как устроена селёдка. А всех остальных уже, так сказать, как отличающихся. Ну, сельдеобразные там у них три семейства. В этом клипе я буду дорабовых рассматривать и сельдевые, то есть, собственно, селёдку, семейство сельдевые. И анчоусовые в следующем клипе планируется. То есть, два клипа на селёдку, потому что её много всякой. Семейство дорабовые, там практически один вид. Дораб, вот он такой красивый. Его, в общем-то, даже не совсем в селёдку считают по некоторым классификациям отдельным таким. Даже как бы не совсем отряд сельдеобразный. Он отличается от сельдевых и анчоусовых, серьёзно. Ну, индийская эта рыба, вот её ловят, в частности, в Амане, в Эмиратах. Те, кто отдыхают, иногда ходят ловить дораба. Отличается тем, что она очень крупная. То есть, вот эта, вообще-то, так сказать, селёдка в каком-то смысле, да, отряд сельдеобразный. Размеры могут быть до 4 метра. Кто у нас 4-метровую селёдку ел, я не знаю. Но вот можно 4-метровую селёдку поймать в Персидском заливе. Ну, обычные размеры у него, вот как мужик держит, где-то метр с лишним. Вот такого. Чуть поменьше человека. Она хищная, очень прожорливая. Нерестится оно в Индии, а потом оно расходится по всему Индийскому океану и там охотится на рыбу. В местах нереста его ловят неводами, жаберными сетями. Причём, поскольку она большая, хищная, там надо быть осторожным, оно может зубами кусаться. Когда её вытаскивают из сетей, это, в общем-то, опасно. Потому что зубы у неё тоже большие и серьёзные. Но, тем не менее, в Индии, в Индонезии его ловят и едят. Правда, много мелких костей, говорят. Конечно, много мяса, если бы 4-метровую поймали. Но там костей много, поэтому предпочитают обычную селёдку. Ну, наконец, семейство сельдевое. По дефолту, опять же, это стайные планктоноядные рыбы. Он питается мелкими рачками. В результате зубов у селёдки нет. Или они какие-нибудь слабые. И это мы все с детства видели, потому что как голова у селёдки устроена. Я думаю, абсолютно все по себе представляют. Отсутствие пропаденных чешуй боковой линии на теле. Плавательный пузырь соединяется каналом с желудком. Ну, вот анатомия селёдки у нас тоже все абсолютно специалисты по поводу, как она там внутри устроена. Поэтому я уж не буду. Это стайная рыба. Они всегда вместе там ходят косяками. Ну, и поэтому их легко ловить. То есть у них, к тому же, обычно миграции чёткие. То есть они в одном месте нерестятся, в другом месте они нагуливаются. И при переходах или на нересте их по большому количеству ловят сетями. Когда они вот этими стаями собираются для размножения. Там примерно 6-7 подсемейств. Как я уже говорил, классификация рыб тоже разная. Иногда прямо на отдельные семейства делят. То есть они порядочно отличаются, хотя внешне очень похожи. Отличаются по поведению, по внутреннему строению. Значит, сельди круглобрюшки. Брюхо закругленное. Рот небольшой и конечный. Крупнопозвонковые рыбы. Обычно длина 15-35 сантиметров. Но есть и мелкие длиной 5-11 сантиметров. Сельдь круглобрюшка. Называется по-японски также иваси. Но дело в том, что по-японски также и сардины иваси. Поэтому я не знаю, что они там продают под именем иваси в консервах. По-моему, там все-таки что-то похожее на селедку. По-моему, это сельдь круглобрюшка. Ну, в общем, спрашивать надо. Под именем иваси у японцев может фигурировать как один из разновидностей сельди, так и сардины. Но круглобрюшка распространена в субтропиках, как раз вот в районе Японии, Калифорнии, вот в этих местах. Бывают у Гавайских и Голубогорских островов. Сильное развитие жирового века, которое покрывает глаз, в длину достигает порядка 20-30 сантиметров. То есть это самая крупная круглобрюхая селедка. Ловится в основном у берегов Японии и в значительных и в огромных количествах. Поэтому я подозреваю, что все-таки японцы под именем иваси именно селедку, потому что они ее там много ловят. Ну, есть там мелкие селедки тоже в Японии. Кибинагу называется, порядка 10 сантиметров, тоже круглобрюхие. Кибинагу, мелкая селедка, они откладывают донные икринки, которые прилипают к песчинкам дна. Несмотря на маленькую величину, этих кибинагу японцы тоже едят. Причем они могут из них делать такую рыбную пасту. Кроме того, на кибинагу можно ловить тунцов. Также есть манхуа. Это скорее американская, центральная Америка. Это уже индейцы ловят. И манхуа на Кубе ловят тоже, как приманку для тунцов. Она очень маленькая, 6 сантиметров, и есть нельзя приманка. Шпротоподобные сельди семейства. Вот это как раз, вот это все мы практически едим. Три рода в шпротоподобных сельдях. Это морские сельди, это то, что мы называем селедка. Морские сельди, шпроты и аргентинские сельди манфундии. Ну, также сюда сардины относятся. Тюлька, килька, сардинела и всякое прочее такое экзотическое, которое мы даже не знаем, но тоже селедка. Мочуэлла такая еще есть, пильчарда. Ну, значит, Клюпа по-латыни это морские сельди. Это стайное планктоноядное животное. Длиной 30-35 сантиметров обычно. В магазине можно посмотреть почти в любом. Дешевая рыба, которую больше всего и едят, эту селедку. Но многие не любят вкус. Самая лучшая керченская селедка. Я жил длительно в Керчи, там действительно, там настоящая селедка. После керченской селедки все кажется уже суррогатом. Ну, селедки серебристые бока. Да, может быть, спинка синяя или зеленая, или смешанная. Селедка откладывает икру на грунт или на водоросли. Как правило, она живет вблизи берегов, но может уходить, нагуливаться вглубь океана. В зависимости от вида. Так как она поедает планктон, селедка обычно держится у поверхности моря. Ну и вот морские сельди, они по-другому называются. То есть, они именно морские. Они живут, большей частью, в море и нерестятся там же. Хотя есть проходная селедка, о которой я буду говорить. Вот морские сельди именно в море. Морские сельди могут как мигрировать постоянно, допустим, нереститься в одном месте, а гулять в другом. Так могут и на одном месте оставаться. Также есть озерные некоторые селедки. Ну, самая известная атлантическая сельдь, которая на картинке. 55 позвонков. Они еще по количеству позвонков отличаются. Существенно отличаются от восточной сельди. Есть другой вид восточной сельди. Длина до 36 сантиметров. Крупная селедка может быть 42 сантиметра максимум. То есть, вот где-то уже к полметра может селедка продвигаться. В общем, мы достаточно мелкую все-таки едим. Она может быть большая. Основная территория этой морской селедки – это север Атлантики. То есть, допустим, Гренландия, Шпицберген, Норвегия, Британия, естественно, тоже селедка еды. Ну и наш весь север, вот это по морю, там тоже все селедка. Поскольку места все населенные человеком, селедку издревле едят и продолжают. Есть несколько ее рас, которые размножаются в разных местах и в разные периоды. Допустим, есть весенний нерестующий Атлантическая селедка, которая к берегу приближается только в марте-апреле и размножается в основном у берегов Норвегии, где ее активно ловят и едят. И у берегов Исландии, Фарерских островов, вот там рыбоеды прям конкретные. Острова, ничего нет, кроме селедки. Есть селедка, суп из селедки, жаркое из селедки, селедка с картошкой. Тому подобное блюдо традиционной фарерской кухни. Самые крупные нерестилища Атлантической селедки – это юготно-западные берега Норвегии. В результате Норвегия лидирует по вылову селедки. И большая часть селедки, которую вы видите в магазине, она, видимо, все-таки норвежская. Районы, в которых она размножается, находятся под влиянием Атлантических течений. То есть она откладывает икру, выходит в личинки и течением выносится на север. От берегов Южной Норвегии переносится к берегам Мурмана всяческая селедка. И поэтому вот они, молодая селедка, обычно она, кстати, как раз Баренцево море. Вот эти вот места, вот там она процветает. Условия от корма молодой селедки определяются районом распространения молоди. И селедки, которые выросли в западных районах Баренцево море, примерно к пяти годам достигают длину уже 25 сантиметров. Примерно в пять лет она может размножаться. То есть до пяти лет вообще молодая селедка ее почти не ловит. Ловит уже, которая размножается и которая большая. В некоторых районах даже селедка 8 лет только созревает. Селедка живет лет 10. И самая жирная, самая большая, это старая селедка, которая много нагуляла. Ну вот у них потом идет возрастная миграция к местам, где они нерестятся. И в основном это фьорды всей этой Норвегии. Там много берега. Берег изрезанный в Норвегии, поэтому селедка собирается и кру откладывает. Им нужно где-то вот, чтобы береговало много. После нереста они слабеют, как любая рыба. Их сносит течением. И после того, как она более-менее что-то восстановилась, рыба, они активно опять к полюсу мигрируют. Северные берега Исландии, Шпицберген. То есть селедка, в общем-то, рыба северная любит север. Они довольно быстро перемещаются, примерно по 10 километров в сутки. Для маленькой рыбы это большие расстояния. Ну и они, в общем-то, гуляют. То есть они в одном месте нагуляли жир, потом обратно эмиграции в другое место. Потому что им надо вот, они сожрали планктон в каком-то месте, потом они ушли, планктон восстанавливается. И, в общем, так вот они и живут. Они очень большие, эти стада, селедки. И удар по популяции планктона они наносят огромный. Ну, соответственно, человек их отлавливает и тем самым спасает планктон, хотя и губит селедку. За селедкой постоянно идут косяками хищные рыбы, которые едят селедку. Допустим, треска, это хищная рыба, которая ест селедку. Вот идет стадо этой селедки, которая ест рачков, а за ними уже хищники тоже иногда стадами, которые жрут саму селедку. Ну и мы тоже такие же хищники. Там всяческие сотни норвежских ботов с сетями тоже идут за этими стадами селедки. В основном норвежцы ловят их на нересте, когда она подошла к берегам. Они как бы знают уже норвежцу, что пришла селедка, все выходят в море, все ее ловят. Они там отличаются по регионам. Допустим, в Средней Норвегии самая жирная ловится, в Южной Норвегии самая большая такая нерестовая. Но нерестовая у нее уже жир как бы истощается, она длительно не ест, когда размножением занимается, худеет. Поэтому самая жирная, как только что пришла на нерест, еще не размножалась. У них там это серьезный стресс, все это дело размножения. Кроме того, исследуют их миграции уже в открытом море. И в СССР, допустим, их ловили все время в открытом море, в Баренцевом. То есть вот в Норвегии легко она к берегу подошла. А в Баренцевом море не обязательно. Поэтому в СССР исследовали ученые, где она проходит, уже в центре моря, как бы не у берега. И там тоже ловили активно. В то же время надо сказать, что в Баренцевом море идут колебания численности селедки. То есть периодически подходит ее много, а иногда мало. А вот Норвежское море там стабильно в огромном количестве. Фактически вот на Архангельск, на Мурманск уже падают какие-то остатки от норвежской селедки. Но все равно хорошие. Если она хорошо придет, там очень большой улов. У них огромный этот нагульный ареал. Вообще-то одна из самых жирных и таких плотных селедок. Живет по 18 лет. Максимум селедка. То есть может быть довольно такая уже взрослая. Ну и вот, естественно, вот ко 17 годам она самая жирная. Самая старая. Это весеннее нерестующее, такая базовая. Потом есть еще летнее нерестующее. Она в основном ходит вокруг Исландии, Фарерских островов, южные фьорды Гренландии, а также вот характерно она для Канады. Районы Новой Англии, Новой Шотландии. Там много летней нерестующей селедки. Нерест у них проходит в течение второй половины лета. От кормах разделяется на два периода весенний, доразмножение и осенний после нереста. И от южных берегов Исландии они удаляются на 200-300 миль. Летние нерестующие сельди имеют большую плодовитость. Атлантическо-скандинавские сельди выбрасывают довольно большое количество икринок. По 70 тысяч икринок. У летней нерестующих селедок где-то до 200 тысяч икринок на одну самку. То есть, в принципе, она может там достаточно быстро развиваться. Но, как я говорил, уже у рыб все равно большая часть икры гибнет. Там огромное количество всяческих позвоночных и беспозвоночных, которые питаются именно икрой. Потому что много их выбрасывают. Все-таки там в основном все это деньги на ветер. Все это половое размножение и производство большого количества яиц. Шельф с Северного моря – это банковые сельди. Они размножаются на мелководных банках вдали от берегов. Ну, сельди Северного моря вообще там замкнуты. И они в основном размножаются именно в Северном море. То есть, в Норвегию они там не ходят. Это вот Северная Шотландия. Доггербанка – это известное место размножения селедок, где всегда их ловили англичане. И в Ла-Манш они тоже заходят. В Ла-Манш, вообще говоря, это зона нереста. Пролив между Англией и Францией – традиционная зона нереста селедки. Однако же селедка Северного моря более худая, медленно растет. Редко доживает больше 10 лет. А вот по 18 лет это норвежская селедка живет. Самая жирная, самая такая плотная. Балтийская селедка – это подвид салака. Хорошо нам известная. Отличается тем, что она маленькая. То есть, если такая нормальная селедка 30 см, даже и 40 см бывает, салака длиной меньше 20 см, становится половозрелой уже где-то в 2-3 года и живет только 7 лет. То есть, живет она где-то в 2-3 раза меньше, чем нормальная селедка. В то же время отдельные известные гигантские салаки, которые даже 37 см. Отдельно можно выловить большую, размером большую селедку на салаку. Однако же салака по жизни по своей типичная селедка питается планктоном. В то же время, вот гигантские формы их, которые иногда находят, они говорят, что они хищные рыбы и питаются мелкими рыбами. Естественно, у нее тоже меньшее количество позвонков. У салаки населяет она восточную часть Балтийского моря, где ее активно наши прибалты, шведы, финны постоянно ее там ловят. Нерестится салака на твердом каменисто-гравиевом грунте на глубине от 2-3 метров до 20 метров. Нерест у нее весной, бывает иногда осенью, и поэтому имеются две группы их, весенняя, салака и осенняя. В Балтийском море это главная промысловая рыба, везде главная промысловая рыба это селедка практически во всех морях. Ловят ее сетями всевозможными, но опять же, это культура вот этих морских народов, ловлю вот этой салаки. Как бы вот деды ловили яками, и все тоже выходят ловить салаку. Ну, первое упоминание о лове салаки, где-то 702 год, уже в Англии ловили точно селедку, и салаку. Нет, это упоминание о ловле селедки. То есть селедку ловят с 700 года, а салаку уже позже. Значит, был Ганзейский союз, о котором я рассказываю в клипах по истории. И Ганзейский союз, конечно, они были спекулянты, то есть они перепродавали русские товары в Англию. А собственное, тем не менее, у них тоже было производство, это в основном было производство селедки. То есть вот эти северно-немецкие города, они в основном ловили селедку, и перепродавали ее, соответственно, куда-нибудь в Англию там, или, может быть, даже в Россию, не знаю. Однако же вот этот интенсивный лов привел к тому, что селедка перестала ходить туда вообще, в Данию. Вот в районе Дании она раньше была, там ее как-то вот обидели серьезно за 300 лет. Или за 300 лет селедка сообразила, что там ее ловят. И потом она какое-то время ходила в Голландию. То есть был период, 15 век, когда селедка из Дании ушла от немцев и пошла в Голландию. Голландцы, они были такие изобретательные, именно они разработали способ посолы селедки в бочках прямо на кораблях. То есть они сразу ее ловили и сразу в бочках клали и солили прямо на корабле, чтобы не тухло. И уже соленая селедка в бочках пребывала на берег. Вот это очень было сильно популярно в Голландии в 15-16 веке. Естественно, они повсюду продавали потом в бочках эту селедку. В Англии с 17-18 века они переняли многие голландские технологии. Там тоже одним из таких крупнейших экономических секторов была именно ловля селедки. Для 20 века характерно лидерство Норвегии. Ну и, в общем, близко к ней всегда были Канада, Россия, Швеция. Это вот северная вот эта зона, где селедки много. Ну так или иначе, селедка одна из важнейших промысловых мер, атлантическая селедка. Улов то повышается, то падает. У нее там собственные какие-то вот циклы, пока иногда она размножается, иногда нет. Неустойчивый объем улова. Восточная селедка это на восток от Белого моря, в юго-восточной части Баренцева на море. У берегов Сибири небольшие ее популяции есть у восточной селедки. И в Тихом океане численность восточной селедки огромная. Селедка является важнейшим объектом промысла в Тихом океане. Распространение ее ограничивается прибрежными водами. Практически весь ареал покрывается льдами селедки в этих местах. И по своей биологии восточная селедка существенно отличается от Атлантической. Размножение селедки происходит на мелководьях восточной. Подходит она для нереста к берегам и откладывает икру на подводные разные фукусы и прочие всякие водоросли, которые тут ранее были описаны в клипах про водоросли. Ну вот Южный Сахалин, такая типичная зона нереста восточной селедки. Плотность икры на квадратный метр достигает 6 миллионов икринок. Восточная селедка может подниматься в реки, в озера, однако в полностью пресной воде она гибнет. Ей надо, чтобы хотя бы немножко соленая была вода в реке. То есть она в общем порядочно отличается. В отличие от Атлантической селедки, они не мигрируют на большие расстояния в поисках пищи. Где-то вот возле берега они потом так и питаются. Беломорская селедка на самом деле под вид восточной селедки. То есть вот в Белом море это что-то вот типа сахалинской селедки на самом деле. Как бы восточная она считается. Ну в Белом море они в основном прибрежной части, в заливах, в центральных областях моря не живут. Не рестуются они в конце зимы практически подо льдом. Беломорская селедка не рестует. Но тоже откладывает икру на водоросли, на траву там всякую местную. И поскольку температура низкая, зима, то икра развивается медленно по 30-50 дней. Практически Беломорская селедка все время в заливах различных Белого моря. Причем поскольку они даже все время в одном заливе одни и те же, у них там даже расы сформировались. То есть в каждом конкретном заливе Белого моря какой-то вот собственная такая раса. Это не вид, конечно, но местная такая разновидность селедки имеется. Растут сравнительно медленно. В Белом море питание у них похуже. Где-то в 2-3 года они становятся половозрелыми и живут лет 8. Причем различают мелкие и крупные расы. То есть они отличаются по размерам. Бывает такое, допустим, Егорьевская селедка 20 сантиметров, там Кандалакшинская селедка, Ивановская селедка вот большая считается 30 сантиметров. В общем местные хорошо даже по размеру селедки могут определить где ее поймали. Это вот район Красноархангельска. Там Манежская селедка бывает, Двинская и так далее. Чешско-Печорская селедка к Чехии не имеет отношения. чешская губа. Это еще одна разновидность, которая в чешской губе, на Печоре 11 лет живет. Ну там довольно холодно уже. Карская губа, вот эти места. Поэтому водоросли даже многие не выживают и часто селедки там откладывают икру на грунт прямо. Когда начинаются льдины, то они уничтожают икру, которая развивается на грунте. Небольшие популяции этой восточной селедки были обнаружены также в Сибири, в Устье, Хаби, Енисея, Лены. Там солоноватая вода, в которой селедка выживает. Хотя она в Сибири малочисленна. Вот что касается сибирских морей, они очень холодные и селедки там практически нет. Ну и в общем-то считается, что и не может быть, потому что слишком холодно для селедки. Нереально, чтобы в Сибири была селедка. Но вот если Сибирью считать Охотское море, то там достаточно селедки и на Сахалине, и вот в этих всех местах. Ну и в частности есть прямо отдельный вид Тихоокеанская селедка. И это конкретно Охотское море, Камчатка, остров Хоккайдо, вот эти места. Тихоокеанская селедка большая может быть. Доходит до 50 сантиметров, но в среднем она где-то сантиметров 30. Нерестовая, когда это Тихоокеанская. Тоже у них много местных всяких форм. То есть там они тоже обычно в одном месте нерестятся и живут. В результате где-то 10-12 местных форм Тихоокеанской селедки. Поэтому у них нерест тоже в разных районах. Допустим, у Восточной Камчатки зона, там Северная Приморья зона и так далее. В Америке тоже они есть. На Аляске тоже допустим остров, Кадьяков. Надо знать в общем. Она в какой-то конкретной точке в определенное время к тому же собирается вся и начинает размножаться. Вот местные знают где и когда она соберется и ходят ловить. Но там это очень сложно потому что их много видов и у них прямо точная есть зона и время и они отличаются. Нельзя так сразу сказать, что селедка абстрактная какая-то. А вот именно конкретная селедка вот сюда вот придет. К тому же у них волны идут. То есть вот сначала идут самые крупные на нерест, потом средние, молодые. Двумя-четырьмя волнами она подходит. И вот нужно еще заметить когда волна пошла, первую волну половили, селедку вторую волну и так далее. Ловят на нересте конечно. От берега они потом после нереста отходят и гуляют в море. Вот эта жирующая сельдь она совершает миграции. Она может иногда к берегу подойти, иногда в море отойти. Зависит еще от того, что летом больше рачка, зимой меньше рачка. Питается рачком проракообразный планктон. Я уже тут прям несколько клипов даже сделал. Там много видов этого рачка. Ну криль конечно везде преобладает, но много и другого всякого. Взрослая тихоокеанская селедка где-то четверть ее всей этой массы это жир. То есть она достаточно жирная. Есть отдельные разновидности очень жирные где-то 33% жира. Ловят неводами у берегов и в основном на нересте. Как и атлантическая селедка тихоокеанская имеет колебания численности. То есть допустим вот очень много ее было в начале 20 века. Потом ее внезапно стало мало. Они переходят видимо с места на место. Вот Сахалин Хоккайдо в начале 20 века изобилие было этой селедки. Вот они питались. Есть южноамериканские допустим чилийская селедка мандуфия. Про них я пожалуй не буду пусть там местные беспокоятся. Шпроты или кильки значит по-латыни это спротус. В принципе с научной точки зрения килька или шпрот это одно и тоже. Поскольку спротус вот именно от этого слова шпрот происходит. Как-то более научно называть их шпротами но можно и килькой это одно и тоже. Эти самые шпроты походят на морских селедок ранее описанных. Имеют более развитые кильевые чешую на брюхе. Менее сдвинутый вперед спинной плавник и они гораздо мельче. В общем-то мелкие эти особенности в плавниках человек обычно не замечает если он не специалист по рыбам. И такая практическая рекомендация что если маленький то это килька большой то это селедка. В общем килька это маленькая селедка. Шпроты больше 15 где-то 18 сантиметров не бывают и обычно они меньше. Живут 5-6 лет максимум ну и в среднем где-то 3 года. То есть она мало живет. Селедка до 18 лет может жить большая. Ну сюда входит европейский шпрот который в морях Западной и Южной Европы находится. Балтийский шпрот вот нам хорошо известно именно балтийский шпрот обычно называют килькой. Балтийский шпрот это все Балтийское море питается планктонными рачками достигает до 15 сантиметров к четвертому году жизни 15 процентов жира. Для нереста он отходит от берега икру выметывает где-то вот над глубинами 5-100 метров и балтийский шпрот или килька это важная промысловая рыба которая дает 10-20 процентов всего лова рыба в Балтийском море. Но все мы консервы из шпротов балтийские знаем. копченых в принципе тоже в каждом магазине. Ну соленую кильку тоже все видели это одно и то же. В принципе консервы и шпроты это из кильки сделали консервы и подкоптили. Надо сказать что есть черноморский шпрот который как раз в Черном море которого там тоже килькой зовут иногда. черноморский шпрот он обычно на сравнительной глубине потому что они селедка любят прохладную а там прогревается сверху в Черном море поэтому он держится часто на глубине порядка 100 метров черноморская килька и он больше в открытом море к берегу его может ветер выгнать черноморского шпрота нерестится нерестится он тоже в холодное время при низкой температуре воды зимой с октября по март в длину черноморская килька может быть до 13 сантиметров и некоторых ловили 16 сантиметров но обычно его размеры где-то от 6 до 11 сантиметров черноморская килька ну и в Черном море это одна из самых многочисленных рыб именно ей в основном питаются дельфины белуга если она там еще есть ставрида и вот прочие всякие хищники в то же время уловы этой кильки сравнительно небольшие в Черном море а вот на Балтике огромные то есть в основном все-таки основные поставки шпрота она же килька это Балтика ну есть всякие экзотические которых я тоже только перечисляю потому что у нас не живет есть огненно-земельская килька потом тасманийский шпрот новозеландский шпрот ну и там местные барракуды и прочие всякие тоже незнакомые нам рыбы там этого шпрота в Новой Зеландии едят тюлька это каспийская килька в принципе это все то же самое это можно также шпротом обзывать но обычно это в общем уже тюлькой называется тюлька отличается тем что у нее брюхо сжатое с боков 24-31 шиповатая чешуйка и позвонков от 39 до 49 она имеет в анальном плавнике два последних луча удлиненные и этим она походит на сардину тюлька но тюлька она маленькая и она категорически не сардина но такая наиболее известная это черноморско-азовская тюлька которая в Азовском море входит в реки может жить в водохранилище живет она по 5 лет длина черноморской тюльки порядка 5 сантиметров то есть она маленькая и она меньше еще вот этого балтийского шпрота питается веслоногими рачками из планктона подходит к берегам весной не рестится как правило в мае хотя она маленькая она достаточно жирная и она многочисленная в Азовском море в основном ей питаются хищные рыбы такие как судак человек конечно 5 сантиметровую рыбу вряд ли будет регулярно есть есть еще абраусская тюлька которая в озере абрау возле Новороссийска это пресноводная тюлька что редко бывает но тоже все очень маленькая ведет ночной образ жизни питается планктоном водорослями и так далее Каспийская килька это в принципе та же самая черноморско-азовская тюлька только чуть побольше она в Каспийском море больше жреет до 15 сантиметров она доходит там эта тюлька в Каспийском море но тоже может заходить в Волгу в Урал как прочая проходная вся и морская в общем-то каспийская рыба любит в Волгу заходить в Дельту есть даже специальная пресноводная форма этой кильки которая там вот именно волжская постоянно на Волге тусуется вообще в Каспии много этих кильк там есть такая анчоусо видная килька потом есть большеглазая килька интересная с большими глазами и этими всеми каспийскими кильками там питаются хищные рыбы вот белуга ранее описанная все прочие осетровые обожали жрать кильку осетры как правило же хищные тюлени тоже могут там кильку есть в Каспийском море и есть хищные селедки которые едят кильк то есть тоже в принципе маленьких селедок на Каспии пытались в прошлом веке организовать промысел и обычно использовали примани приманивали вот эту кильку спущенной в воду сильной электрической лампой вот килька идет на лампу и там ее уже дальше облавливают сетями в общем-то килька даже вот в середине 20 века доминировала то есть в основном на Каспии ловили именно вот эту кильку перехожу к сардинам сардины это сельдевые рыбы ближайшие родственники селедки они делятся на три рода род пельчарда которая просто сардины также по-латыни называется сардина сардинопс и сардинеллы в магазинах мы видим обычно сардины и сардинеллы они все очень похожие удлиненные выступающие в виде лопасти два задних луча анального плавника кроме того сардины на жаберной крышке имеются радиально расходящиеся бороздки настоящие сардины распространены в умеренно теплых и субтропических морях сардинеллы в тропических и субтропических водах сардины доходят длину до 30-35 сантиметров и в промысловых уловах где-то так длиной 13-20 сантиметров бывают сардины морские стайные рыбы которые живут в верхних слоях воды питаются они планктоном выметывают плавучую икру икринки сардин они имеют достаточно большое пространство кругло-желтковое ну и вообще сардины имеют большое практическое значение европейская сардины сардинопсы распространены в умеренно теплых и субтропических морях северного и южного полушария при температуре от 10 до 20 градусов сардинеллы наоборот они распространены в тропических морях Азии Африки Восточной Америки при температуре воды от 15 до 30 градусов заходят в умеренно теплые субтропические моря Южной Европы в основном при температуре воды выше 20 градусов Род сардины пильчарт или европейская сардины имеет только один вид, именно сардины пильчартус она и называется. Европейская сардина это берега Южной Европы, Северной Африки, может заходить в Южную Норвегию и вот ее как раз в Португалии активно ловят. Португальцы тоже рыбный народ, у них тысяча блюд из рыбы, я когда португальский учил, то читал кулинарную книжку «Тысяча блюд из рыбы» на португальском. Европейская сардина длиной где-то 30 сантиметров обычно, может в Черном море заходить, в Черном море она маленькая, где-то 10 сантиметров. Живет она 14 лет, питается планктоном, может кстати икру есть у других рыб, в том числе икру у селедки, у другой сардина может есть. К концу второго года жизни она достигает половой зрелости и длины где-то 13 сантиметров, после чего уже сама мечет тоже активно икру. Икра у нее плавучая, то есть она ее не на водоросли, а она ее выбрасывает просто в море. Крупная и мелкая сардина держится разными стаями и в разных районах вообще говоря тусуется. И тоже там есть зоны в Атлантике, где знают вот где примерно сардина, причем она конкретного возраста, там конкретной степени жирности, и она по районам отличается. От 2 до 4 лет она на востоке Бискайского залива, от 4 до 8 лет она к Франции уходит, вот как бы рыбаки там все знают и знают где хорошую поймать. Ее переходы сопровождаются падениями все время, то есть вот она пришла, много сардины, ушла, нет сардины, падение улова, поэтому жизнь там у рыбаков опасная, то много рыбы, то мало. Однако же добывают они ее много и сардины, конечно, это типичное блюдо средиземноморской кухни. Основные страны, которые ловят сардину, это Марокко, Испания, Португалия, но Португалия прям вообще вся тоже на рыбе сидит, как и Япония. Во Франции меньше ловят и пытаются ее привлекать в Бискайский залив, то есть французы разбрасывают там икру прям по морю сетями в качестве приманки. Вот как бы ожидают, что сардина пойдет на икру, так как икру наест, и вот потом ее поймают в сети. В Италии и Югославии тоже используют свет лампочек, вот селедка часто идет на лампочке, вот поэтому в Италии на баркасах зажигают лампы специальные, а потом когда подойдет рыба, они ее ловят уже в сети. Это их традиционный вид, поэтому сеть у них называется лампора, то есть устройство, которое с помощью лампы, чтобы ловить. Ламповка. Сардинопсы, ну у нас не бывает, поэтому коротенько. Сардинопсы это дальневосточная сардина, лучше так ее назвать. Не знаю почему она по-латыни сардинопс. Ну 30 сантиметров, масса порядка 150 граммов, одна рыба. Распространена у берегов Восточной Азии, калифорнийская сардина еще есть, которая в Калифорнии, перуанская сардина. Стайные планктоноядные рыбы живут в основном при температуре воды от 10 до 20 градусов. Откармливаются у берегов и с сардиной, поэтому очень многие хищные рыбы и птицы кормятся. Дальневосточная сардина также называется иваси. Поэтому в принципе японцы могут это называть тоже иваси, но более точно там у них маеваси это называется. И она очень много там ловится, тоже с перебоями, иногда больше, иногда меньше, но достаточно серьезно. Кормится, как и все прочее, сельдеобразное, оно там планктоном возле Японии. Вот в какой-то степени японцы и португальцы должны, так сказать, походить друг на друга, потому что питаются в основном сардинами эти другие. Ну, сложные перепады ее численности на протяжении 20 века я не буду описывать. То падает, то увеличивается ее потребление. Ну, наконец, сардинеллы. Сардинеллы, вот если сардины это умеренные воды же, я говорил, да, Япония, Франция, там, Португалия, то сардинеллы это тропические. То есть вот сардина это наши умеренные, да, а сардинеллы это тропические, могут в субтропика заходить. Сардинеллы имеют два выступа переднего края плечевого пояса. Как правило, они не имеют темных пятен по бокам, обычно у сардины темные пятна по бокам. И обитают сардинеллы в основном в Индийском океане, в западной части Тихого океана, в Полинезии. Ну, наиболее известен это алаша. Она называется сардинелла аурита, но по-русски будет алаша. Ну и вот эта алаша, она повсеместна в субтропиках. Южная Япония, Корея, Черное море может быть. Достаточно такой у нее ареал разбросанный. И алашой считается также американская сардинелла, которая живет большей частью под Рио-де-Жанейро. Там, в Бразилии, вот это все тоже, все алаша. Именно алаша имеет наибольшее практическое значение. Она также называется круглая сардинелла, а также есть такая жирная сардинелла. Вот их ловят и активно едят. Алаша Атлантический Тихий, Тихий океан Атлантический Тихий, то есть разорвано, да? И в Индийском океане жирная сардинелла в основном ловится. Длина порядка 20 сантиметров у этой алаши. В Тихом океане она доходит всего лишь до острова Кюси. То есть в Тихом океане сардинеллы все-таки вот в Приморье ее нет. В Черное море она может заходить, но мало. Все-таки тропическая рыба. Предпочитает теплую воду. Поэтому вот ее нереста лошей, это Гвинейский залив, зеленый мыс. В общем, уходит она размножаться на природе. Уезжает она в отпуск для размножения куда-нибудь в Африку. А работать она может, конечно, и по всему миру, и в вымеренных водах тоже. Подрастающие взрослые алаша, еще для нее характерны вертикальные кормовые эмиграции. То есть она ночью поднимается к поверхности и жрет. А днем она опускается до 200 метров и более-менее спит. В посленерестовый период, когда она отнерестится, они образуют довольно сильные скопления у дна. Видимо, потому что они слабеют в этот период. В то же время алаша, она считается не очень жирной. У нее до 10% жир. Вот жирная сардинелла считается более жирной. Алашу активно едят дельфины, морские птицы, хищные рыбы, акулы, все возможные. Все активно питаются алашой. Жирная сардинелла, это имеет, походит на алашу, но она, больше у нее высота тела, больше длина головы, большое количество жаберных тычинок. И у алаши есть темное пятно позади головы, а у жирной сардинеллы нет. Ну вот жирная потому так и называется, что она очень жирная, поэтому ее любят. Но это не наша рыба, это малайский архипелаг, индийский океан, длительной жизни порядка 4 лет, питается фитопланктоном, то есть она вообще, так сказать, вегетарианка, водорослью всяческой. Стая у поверхности огромная, она образуется, это стайная рыба, огромное такое красное пятно, шумят страшно, когда идет эта жирная сардинелла, как будто дождь капает, вот идет по морю, шум идет, огромные стадо и жрет у поверхности все, что там вырастает. А там водоросли в поверхности небольшие, мы их не видим, а вот они ими питаются. У берегов Индии постоянно скопление сардинеллы с октября по март. Ну естественно, что их ловят сетями местные. Поэтому есть сезон лова, когда вот именно вот эти стаи жирной сардинеллы местные на лодках выслеживают и пытаются всю стаю забрать в свою сеть. Жирная сардинелла одна из важнейших промысловых рыб Индии, индусы в значительной степени сардинеллы ловят и ловят. Есть мелкие, похожие на вышеописанных, которые называют селедочки и сардинки. У них длина не больше 20 сантиметров, и это опять же тропические рыбы. Но тут можно упомянуть всевозможные селедочки Японии, допустим, селедочка Зунасии, потом есть индийская селедочка, квинсленская селедочка, потом есть мелкие сардинки, допустим, полосатая сардинка. Ну это вот тропические воды Америки, допустим, сардинки. А селедочки это где-то вот Япония, Полинезия, вот все вот эти жаркие тропические острова. Мачуэлла это тоже мелкая селедка американская. Северная Каролина, Венесуэлла, вот там много всякой Атлантической мачуэллы есть, Тихоокеанская и тому подобное. Гологлазые сельди это отдельное подсемейство, но сравнительно мало там видов. Ну вот сельдь гологлазкая можно на нее посмотреть, типичный вид. Отличается тем, что у них нет жирового века. Вот мы на нашу селедку, если посмотрим внимательно, у нее есть жировое веко, а вот у этой гологлазой нету, поэтому гологлазой называется. Ну они маленькие, меньше 10 сантиметров. Есть прям очень маленькие, которые называются корики. И корики они вообще по 3-4 сантиметра совсем там микроселедка. Ну гологлазкая, такая сельдь гологлазка, которая на картинке, это 30 сантиметров, такая основная, наиболее распространенная. Характерно тем, что у нее вдоль боков, от головы до хвоста, серебристая полоса. Ну также в Индии есть промысловая гологлазая селедка ковала в прибрежной морской воде. Пузанковые сельди это самые крупные сельди пузаны, сельди с большим пузом. И как правило они проходные, то есть оно размножается в реке, а гуляет оно в море. Вот почему-то это довольно удобный для рыбы способ. А ситры, они же огромные, да, ситры тоже вот так. И вот пузанковые, самые такие жирные селедки это вот так вот. Ну там 21 вид пузанковой селедки, естественно я только несколько самых распространенных сейчас опишу. И они имеют сжатые с боков брюха, с шиповатым чешуйным килем, большой рот и жировые веки, развитые на глазах. К пузанковым селедке относятся алозы, гильзы и гудузи. Значит рот алоза, вот она алоза. Этот самый такой распространенный, самый типичный для этой группы. Сильно сжатое с боков тело, две удлиненные чешуйки крылышки при основании верхней и нижней лопасти хвостового плавника. Сильно развитые жировые веки на глазах и визуально видно. С каждой стороны тела имеется обычно темное пятно. Очень характерны для разных видов и форм алозы различия в форме и числе жаберных тычинок. Количество жаберных тычинок на первой дуге у алозы от 18 до 180. Имеются алозы помолобы и настоящие алозы. То есть они различаются там по внешнему виду. В настоящих алоз высота щеки больше длины. Настоящие алозы это восточное побережье Северной Америки, Средиземное море. А помолобы это Америка тоже, все американские виды. Есть проходные, есть полупроходные. Проходные они живут в море, а для нереста поднимаются в реке как осетр. А полупроходные откладывают икру где-то внизу в их рек или в прилегающих участках моря. Полупроходная рыба, она просто немножко поднимается в реку, либо прямо там возле реки что-нибудь откладывает. Ну и некоторые такие проходные виды образуют также озерные формы, потому что Америка там много больших озер. Икринка полупелагическая, то есть она всплывает при натечении или донная. Ну вот к этим алозам известны шеды. То есть они в Америке их называют шеды естественно по-английски. И вот это такая известная алоза. Шед может быть большой, это селедка до 75 сантиметров. То есть гигантская с нашей точки зрения, наша селедка 30 сантиметров в среднем. А это примерно 60, то есть в два раза больше. Но они активно нерестятся именно в американских реках, а в море отходят довольно далеко от берегов. Шед был всегда у индейцев одна из важнейших рыб, которую они промышляли. Добывали почти в каждой реке. Их начали искусственно разводить еще в 19 веке. Но, однако, все-таки не смогли удержать. Там, во-первых, индустриализация же пошла, капитализм, все такое. Вылавливали ее неумеренно. И практически в реках Америки ее и погубили. Несмотря на то, что пытались, что делать. Потом плотины строили на реках. Плотины мешают проходу рыбы на нерестилище. В общем, в целом, на серьезном уровне шед в Америке угробили. Ну, есть южный шед мексиканский. Потом есть палеостомский пузанок. Ну и, наконец, в Каспийском море есть довольно родственный этому шеду. Это северокаспийский пузанок. Ну, вот, кстати, керченская селедка, насколько я понимаю, это алоза. Вот алоза, это, значит, полупроходная у нас рыба. Размножаются внизу в их реках, там, в Керченском море. Проходят через Керченский пролив весной. И вот там ее, собственно, вылавливают. Пузатая селедка. Вот она, поэтому, очень жирная и очень вкусная там в Керчи. Пузанок северокаспийский. Ну, в общем, 28 сантиметров. Такая жирная селедка с хорошим пузом. Питается веслоногими рачками, планктоном всяческим. И тоже одна из наиболее важнейших на Каспийском море промысловых селедок. То есть они там, в основном, именно эту пузатую селедку. Ну, каспийских пузанков много всяких. Северо-восточный, Энзелийский, Остробацкий. То есть она там всякие подвиды по регионам имеет. Кеслеровские сельди имеются. Кеслеровские сельди это, прежде всего, Черноморско-Азовская сельдь. А нет, вот это вот Керченская селедка, да вот. Путаю, значит, не алоза это. Черноморско-Азовская селедка. А, она алоза. Алоза просто это разновидность, да, всё. Алоза это род, а Черноморско-Азовская селедка это вид. Всё, я заговариваю. Большой клип получился, но селедки много всяких. Керченская селедка, которая научно называется Черноморско-Азовская сельдь. Керченская селедка имеет зеленовато-синюю спинку. Слабо выраженное пятно за жаберной крышкой. Различают крупные и мелкие формы. Крупные формы до 39 см. Мелкая форма где-то 20 см. Мало различаются морфологически. Крупная форма быстрее растёт, холоднолюбивая. Становится половозрелой в возрасте около 5 лет. Мелкая в 3 года. По достижении половой зрелости икру ежегодно мечет, доживёт где-то до 6 лет. Черноморско-Азовская селедка зимует в Чёрном море у берегов Кавказа, у берегов Болгарии и Румынии. И весной двумя волнами она проходит через Керченский пролив в Азовское море, где её там и ловят. Поэтому она Керченская. Там, значит, узкое место. Ей надо для размножения идти именно в Азовское море и там потом в реки. И вот когда она идёт, ещё достаточно жирная же, ещё не нерестилась. Вот там её в Керчи и ловят. Да, она реально очень вкусная. Вообще считается самая вкусная селёдка керченская. Она очень жирная. А этот рыбий жир, он как раз не вреден. В отличие от животного, считается очень полезен. Омега-кислоты. В общем, в будущем я планирую курс по диетологии, где это будет крайне подробно изложено. Да сейчас вот это вот про рыбий жир, сейчас, по-моему, всё время популяризируют. В каждой популярной передаче медицинской рассказывают, насколько он полезен. Но вот керченская селёдка его содержит. Сельдь черноспинка, самая крупная, длиной где-то 52 сантиметра. Хорошо развиты её зубы. Черноспинка это южный Каспий, у берегов Ирана, персидская селёдка. И это хищник. Вот зубы есть. Она хищник, питается мелкой рыбой по типу Каспийской кильки, живёт по 7 лет. У неё ход для нереста в дельту Волги. И раньше она ходила долго, там вплоть до Камы, потому что не было водохранилищ. И для 19 века характерны рассказы о том, что черноспинка там бешеная, когда нерестится, выпрыгивает из воды. Потом она, значит, кружится там, как одурелая после нереста. И сплошь и рядом погибают. И в огромных количествах эту мёртвую черноспинку там находили. Причём народ считал, что она бешеная и не хотел её есть. Потом доказали, что, в принципе, обычная селёдка есть можно. Обнаружили потом, что она не вся погибает. У неё действительно нестандартное поведение после нереста. Значительная часть её погибает, но некоторые по 2-3 раза это переживают. Селёдка эта черноспинка и снова идёт на нерест и размножается. Волжская селёдка есть. Где-то 40 см. Которая, тем не менее, не совсем волгская. Зимует она на Каспий, Южный и Средний Каспий. А в апреле она идёт на Волгу и отдельные косяки на Урал. Примерно в мае они входят в Волгу, когда сравнительно тепло, и там мечут икру. То есть, опять же, она проходная, и Волга для неё только место размножения. Гибели после нереста нет, она опять уходит в море, опять накапливается, может второй раз опять приходить нерестовать. Некоторые там по 3-4 раза в жизни нерестуют. К этому, к Волжской этой селёдке, примыкают различные другие виды алозы. Пожалуй, я буду только перечислять. Всё это Каспийские виды, нам особенно неизвестные. Значит, Бражниковская алоза, Бражниковская селёдка, Долгинская селёдка, Аграханская, Гасан-Кулинская селёдка. Это всё конкретные зоны Каспия. Кроме этого, там такие алозы могут быть, как Большеглазый пузанок, Руглоголовый пузанок и так далее. В общем, разнообразие алоз в Каспийском море большое. Дальше помолобы имеются. Помолобы – это Северная Америка, и у них два вида – серо-спинка и синий спинка. Вот именно по цвету спины они различаются. Проходные анодромные рыбы, которые держатся стаями. Нерест у них в реках, преимущественно в апреле-майе. Икра донная, и поскольку это стайные рыбы, они имеют существенное промысловое значение. Численность у них снизилась в течение последних 50 лет. Остаются они довольно многочисленными. Серо-спинку пытались, как и Шет, развозить в озере Анталию. Причём серо-спинка там более-менее прижилась. По малобе есть ещё зелёная спинка и есть хикори. Хикори – это не Япония, а хикори – это именно Флорида, видимо, какое-то индийское название. Наконец, рот гильза. Гильза есть такая рыба. Гильза – это ещё один вид селёдки, родственной алозе. Но это не алоза, это прям гильза отдельный рот. Ну, это опять же южный. Вот она рыба-гильза. Ну, вот на наш взгляд, как бы вот селёдка и селёдка. У них тело сжатое с боками, чешуйный киль на брюхе походит именно на алозу. Различия у них отсутствуют удлинённые прихвостовые чешуи, крылочки. Икринки у них больше, больше у них желток и имеют жировые капли в желтке. В общем, так вот на внешний вид не скажешь, гильза или алоза. Ну, гильза какие виды? Индо-океанская, индийская, вот, собственно, индийская наиболее известная. Проходная рыба в Ганге нерестится. Потом гильза Толи и восточная гильза, малайская гильза. Также близкие к ним Гудузии, это пресноводные виды Пакистана, Бирмы. Бог с ними. Гребенно-чешуйчатые, гребне-чешуйчатые сельди. Вот отличаются тем, что у них увеличенные чешуи. Семь лучей в брюшных плавниках. По строению украинок отличаются от алозы, ближе они к сардинам даже. Что-то такое от сардин есть. Но к этим гребне-чешуйчатым сельдям относится род Менхэден. Это, опять же, Америка. Достигает длину порядка 50 сантиметров. Отличная его, обычная длина его где-то 30 сантиметров. Имеется 6 видов этого Менхэдена. Но, в общем, все это такие североамериканские рыбы. Канадские тоже. Поэтому, я думаю, что особенно-то нам их и не надо. Про кильку и тюльку-то рассказал. Но Менхэден, тем не менее, в Америке серьезная рыба. Большие ее уловы. Живет лет по 10 он. Питается мелким планктоном. Коловратки, веслоногие рачки. Фитопланктон тоже. То есть, водоросли вполне. Ну и родственные им. Это перуанская мачете. И такая еще есть бонго. Бонго это уже Гвинея, Гамбия. Бонго до 46 сантиметров. Тоже довольно крупная селедка. Но тоже довольно походит на алозу на самом деле. Только там есть, допустим, черное пятно позади жаберной крышки. Сильно развитые жировые веки, что характерно для вот этих рыб. Так, ну наконец, тупорылая селедка. Вот на ней и кончим. Тупорылая селедка, она же изобатая. Имеет рыло выступающее и тупо закругленное. Желудок у них короткий, мускулистый. И желудок у нее напоминает зобу птиц. Длинный анальный плавник 28 лучей. Вот, ну в общем, вот этим отличается. Опять же, тупорылая селедка это фитопланктон. В заливах рек она может быть, причем в тропической реке довольно много. Ну и их обычно не ловят, потому что они костлявые. То есть вот ловят, естественно, большей частью жирную селедку. Чем она жирнее, чем меньше костей, тем лучше. Эти достаточно костлявые, есть их можно. Консервы делают из них, но обычно не ловят. Вот. Называется это сельди тупорылки еще. Это Северная и Центральная Америка, Меланезия, Индия. Илиша наиболее распространенная у них рот Илиша. Вот в рот Илиша входят 9 видов этих пелобрюхих селедок. Илиша восточная. Это Китай, Южно-Китайское море, Желтое море. Распространена на север до залива Петра Великого. Икринки у нее плавучие, питаются планктонами ракообразными. Один из видов эстуарная Илиша. И остальные 6 видов пелобрюхих селедок тоже имеются. Лишины брюшных плавников. Допустим, можно упомянуть вид пристигастер. Вот. Ну и, пожалуй, все. Опять же получилось много. Но вот да, много всякой разной селедки. И практически все люди ловят. Поэтому хотя бы упомянуть надо было.